Всем привет, всем добрый день! У нас сегодня 14 августа. Время, вот смотрите, 18.2. Я делаю это не пельмени, это будет шушбарак, арабское блюдо. У меня есть на канале рецепт. Не один раз я снимала. Вот это муж любит на стул постоянно вешать свои майки. С этим бороться бесполезно. Я прекратила с этим бороться. Вот, так что леплю. Леплю вот такие вот штучки. Да, это выглядит как наши пельмени. Но потом... Арабские пельмени. Арабские пельмени, да, вот Рома вам рассказывает. У меня есть рецепт, поэтому рецепт показывать не буду. Вот, свекровь моя еще делает их мелчи, вообще маленькие делает. Я не знаю, сколько нужно терпения, чтобы это все налепить. У меня терпения нет. Я взяла вот такую чайную, не чайную, а кофейную маленькую кружечку. И вот этим я делаю. Это максимум, что я могу. То есть это минимум, как я могу сделать более мелкие пельмешки. Вот, еще мельче этого я не могу. Свекровь моя делает. Молодец. Вот, ладно, буду дальше лепить. А еще я сделала картошку в духовке. Вот, просто захотелось печеной картошечки в мундирах. Хочу сейчас сольку, помидорчик. Ммм, будет вкусно. У нас сейчас, кстати, огурцы и помидоры все подорожало, потому что привозили, ну и наши огурцы, помидоры израильские, привозили с Иордании. И потом что-то там в Иордании, какой-то микроб обнаружился в воде, из которой они поливали эти помидоры, огурцы. Они там все проверяют. Вот, и поэтому поставки сейчас в Иордании у нас не будет ни огурцов, ни помидор. Только, получается, будут израильские. Не знаю, если еще какие-то страны будут поставать. Раньше же Турция нам поставляла, сейчас Турция с нами не дружит. Вот, нет оттуда огурцы и помидоры. Они, в принципе, и невкусные. Они очень... Они пластиковые. Вот, с Иорданией еще более-менее. Наши, конечно, израильские вкусные. Вот. Такая мягкая-мягкая картошечка изнутри. Это вот специальная такая картошка для выпечки в духовке или на костре. Ну и смотрю своих любимых блогеров, чтобы, знаете, как-то так была спокойная обстановка. Нервы успокаиваю, короче. Смотрю, вот такое все нейтральное, спокойно. Ни о чем, как говорится, вот так. Чтобы не напрягать лишний раз мозги и нервы. Вот такая вот вкуснятина получается. Но мы очень любим. Такие вот пельмешки получаются в молочном йогурте. Вот. Тут еще мята, чеснок и немного риса я добавляю. Очень вкусно. Дети мои тоже очень любят. Муж, нет, не ест. Несмотря на то, что это арабская еда, он не ест это. Так что буду для него готовить что-то другое. Всем доброе утро. Всем привет. Лето на сегодня 16 августа, пятница. Выхожу на улицу. У нас такие тучки, облака. И ветерок такой, знаете, прям вот как вот уже осенний. Не летний, а осенний. Вообще, по идее, август у нас самый жаркий месяц. Но так как у нас лето началось очень рано. И самые жаркие месяца. Это был июнь, июль. Я очень на это надеюсь, что август не будет самым жарким месяцем. Баня, успокойся. Самым жарким месяцем. И все-таки у нас жара пойдет немножечко на спад. Даже уже в августе. Ветерок очень, действительно, очень-очень приятный. Пацаны еще спят. Я проснулась. Сегодня я иду на работу к 12 часам. У меня сегодня мало работы. Вот. И завтра работает Оля. Я завтра отдыхаю. Хотя я и так уже долго что-то отдыхаю. Вот. Но ничего страшного. Опять долго ничего не снимала. Вот. У нас произошло... Ну, не у нас. Ну, в принципе, и у нас. Тоже как бы нас это касается. У моего мужа две сестры. Одна и старшая. Другая тоже старше. Они две старшие. Старше моего мужа. Вот. Одной 50 лет. Это самая старшая сестра. Самый первый ребенок в семье. Восвекров. Вот. Потом идет брат. И еще одна сестра. Потом только мой муж. Мой муж четвертый получается. Вот. После мужа еще два мальчика. Вот. И вот у старшей сестры муж попал в больницу. И вчера... Вчера утром, получается, он скончался. Да. Вот такие вот не очень хорошие новости. Он был старше ее. Старше ее на 20 лет. Но очень много. Они поженились. Ну, как. Поздно. Ей было 30. Для нее это было хорошо. Ей было 30. Ему было 50. Брак был заключен родителями. Без хотения. Но жених-то хотел молодую невесту. А невеста, сестра моего мужа, не очень хотела такого пожилого жениха. Ну, знаете, как бывает в семьях. Тем более на Востоке. В арабских семьях. Вот. Заключили сделку. И думали, что так будет лучше для нее. Вот. Ну, в принципе, знаете, у них были разные периоды. Но в основном это были такие периоды. Не очень такой хорошей семейной жизни. То есть не очень благополучная. Не очень счастливая. Но в то же время в этом браке у них появилось 4 ребенка. 2 девочки. 3 девочки, извиняюсь. 3 девочки. Мальчик. Вот. Ну, такие вот дела. И вот так. Как-то так. Конечно, жалко, какие бы у них отношения семейные там не было. Это нас не касается. Но он, в принципе, был неплохой человек такой. Но я, по крайней мере, никогда там... Не я, не муж. Вот. Мы ничего о нем плохого сказать не можем. Вот. Вот, конечно, жить с человеком и просто так увидеться когда-нибудь, да, там, на праздниках. Это одно. Это одно. Вот. Вот. Мы, кстати, его уже давным-давно не видели. Ну, по крайней мере, я. Вот. Очень давно. Он что-то... Очень давно перестал приезжать сюда, к свекрам. Вот. Ну, и сестра начала реже приезжать. Потому что дети выросли. Она работает. Девочки работают старшие. Позаканчивали школу. Вот. И мы очень редко его видели. Ну, как-то так. Так что муж вчера ездил туда, к ним. Они живут в другом городе. Вот. Вчера были похороны. Я не ездила. Муж сказал, не надо скопления людей. Сейчас всякие разные вирусы. Плюс еще сейчас вот из-за всех мероприятий. Свадьба, похорона и так далее. Знаете, скопление людей. И много людей сейчас опять болеют коронавирусом. Вот. Поэтому он мне сказал, сиди дома. Сиди дома. Я поеду со мной. Они очень рано вчера утром поехали. В 8 часов они уже были там. И приехал он только вечером. В начале седьмого, по-моему. Я бы, естественно, не выдержала. Плюс еще дети сами дома. Надо же как-то кормить детей. Вот такие вот новости. Вот. Поэтому, в принципе, вчера ничего не снимала. Да и перед этим тоже как-то настроения не было. Да, Бонифаций? Бонифаций нам, смотрите, подарили. Да, именно подарили. У кого-то, у какого-то друга моего мужа была собака. Потом они эту собаку отдали. У них остался вот такой вот огромный пакет с едой. Вот. И он нам отдал. Чему мы очень рады. Теперь очень долгое количество времени мы можем не покупать. Боникор. Ну, в принципе, там, знаете, вот этот большой пакет. А там, я так понимала, несколько пакетов было. Вот один мы открыли. И тут остался еще один. То есть он был не полный. Но все равно еще один пакет у нас есть. И там еще тоже тот, который мы открыли, он практически еще полный. Ну, то, что как бы еще нам где-то на месяц-два точно хватит. Экономия хотя бы на собачьей еде. Так, обязательно перед забтраком. Стакан воды. Это обязательно. Я, кстати, в пижамке с шейна. Да, это такая пижамка шейна. Да, я с длинными штанами. Потому что ночью, когда включаем кондиционер в комнате, то в какой-то момент становится очень прохладно. Поэтому я предпочитаю... У меня и так от мозга на горло болит. Вот. Поэтому предпочитаю длинную пижаму. Всем привет. Всем доброе утро. Протерла камеру. Лучше стало. Мы едем с мальчиком сейчас в Икею. Ну, не в Икею саму. А в торговый центр. Рядом с Икеей. Потому что там есть эта организация, которая... Забыла сейчас, как называется, на русском. Которая вот дает документы. Поедем делать ему опять туда-дзут. Вот. Тот, который у нас... Он потерял, потом его украли. Почему я говорю украли? Потому что у него же там была его карточка, которую я ему покупала на почте. Чтобы... Если у него есть наличка, он может эту карточку... На эту карточку переводить деньги. То есть заполнять ее наличкой. Смотря сколько у него есть. Или мы там даем. Вот он работал сам. Сам себе заправлял на эту карточку деньги. Ты все забрал изнутри? Все, я могу закрывать дверь? Вот. И... Хорошо, что на этой карточке не было денег. Потому что... Все то, что происходит с этой карточкой... Если пытаются производить какие-то... Или деньги снять с нее. Или оплатить что-то. То мне приходит сообщение. И раме на телефон приходит сообщение. Вот. И нам приходило сообщение, что кто-то пытался... На эту карточку купить... В... На Атаре шейн, да. Бутылку целую взяла. На Атаре сначала они 1000 шекелей. Потом 800 у них не пришло. 600 у них не пришло. Потом они попытались 4 шекеля. И они поняли, что там, наверное, денег нет. Ну, я надеюсь, что они поняли. Вот. Поэтому лучше всего вот такие вот карточки иметь. Чтобы не были... Знаете, чтобы не были они подсоединены ни к счету банковскому. Вот, ни к чему. Так у него, как бы, денег там нету. И все. Как бы, они, в принципе, ничего с ней сделать не могут. Вот такие вот дела. Вот. Карточку Таманову ему сделали. Все мы сделали. Осталось... Вот только... Они сначала, изначально, с моей сестрой сделали очередь. Ашвакка на сентябрь. Вот. А я думаю, позвоню, посмотрю. Нашла номер телефона. Вот. Вот. И мы переназначили, нашли его рядом с нами, в Икею вот. Рядом с нами. И прямо вот в воскресенье. А я звонила буквально 3-4 дня тому назад. И мы так очень быстро нашли очередь, что очень хорошо. Так что едем. Делать, куда зовут. Мы приехали к Икею и его торговый центр. Сейчас пойдем. Думали, что успеем позавтракать до. Но, скорее всего, не успеем уже. Пойдем, сделаем туда отзывут. Потом позавтракаем. Господи, как я давно не выходила из дома. Как я давно не выходила из дома. Да. Ужас. Я вот прям вообще из дома, вообще из дома не выходила. Вы понимаете? Чем меньше из него выходишь, то меньше хочется выходить. А я хочу в Икею зайти подушки купить. Хочу подушки купить. Две. Папе и Даниэлю. Потому что те, которые новые купили мы, они не подходят. Даниэль не может на ней спать. Муж тоже. И мне. И мне тоже нравится. Купим им обыкновенный в Икее. Как я раньше покупала. Так и новые, естественно. Люблю это торговые центры, потому что здесь всегда мало людей. Здесь всегда мало людей. Но когда я здесь работала, это было ужасно. Скучно. Скучно. И вообще здесь работы очень мало было. Но когда я здесь работала, здесь вообще было очень мало людей. Сейчас уже более-менее, ну, по сравнению с другими торговыми центрами, здесь мало людей. Сидим, ждем в нашей очереди. Людей много, много новых репатриантов. И вообще людей, в принципе, много. Короче, мы простояли там, просидели уже. И простояли, и просидели больше часа. И вышли, потому что еще до нашего номерка, до нашей очереди 27 человек, а мы все голодные. Пацаны не завтракали. Я так встала утром позавтракала, но я уже опять есть хочу. У нас 12 часов дня. Так мы пришли в кафешку, сейчас покушаем. Я думаю, мы успеем и поесть, позавтракать, и еще будут перед нами люди. Ужас очень сегодня. Медленно очередь идет. Никогда такого не было. Мы всегда как-то быстренько, вот когда делали дарконы, очень быстро все получилось. У Рами заложила нос. Там очень холодно. Включили кондиционер, и Даниэль замерз. Бедный ребенок у Рами заложила нос. Пошел сейчас в Суперфарм покупать себе каплю в нос. Такие дела. Вон он идет. Вон он. Вон он. Мы уже поели. Сейчас вернемся. Посмотрим, как там приблизиться к нашему номерку. Я не думаю, что за полчаса прошло 27 человек. Я не думаю, мы очень долго ждали. Там очень все медленно идет. Так что я думаю, мы успели поесть, и там даже наш номер не пришел. Так что пойдем посмотрим. Я не доела, мне не очень понравился. Зато какая-то там штучка была не очень вкусная. Пробки ужасные. Пробки ужасные. Столько людей. Мы никак не можем выехать из Икеи. Ну, слово Богу в Рами. Мы все сделали. Сделали. Заказали мы новый Туда Цаут. Пройдет в течение трех недель. Мы очень долго сидели. Мы еще потом позавтракали. И опять сидели. И потом там вообще номера пошли в разнобой. Я уже испугалась. Но мы подошли, нам сказали, сейчас вас позовут. Слава Богу. Так, в принципе, и случилось, что нас позвали. Так что с Туда Цаутом мы разобрались. Слава Богу. Мы тоже все хотели уезжать домой. Потому что это невозможно было сидеть, ждать людей. Очень много, очень. Приехали к родителям. Рами хочет остаться с ночевкой. Удочку с собой взял. Ой, как тут выходишь, пахнет таким запахом эвкалипта. Столько эвкалиптов. Столько эвкалиптов и мусора. Мне интересно, почему здесь не убирают на стоянке. Листики-то, ладно, бумажки. Должны здесь тоже территорию как-то убирать. Здесь будет хорошо походить после дождя. О, да, после дождя здесь вообще будет красотень, красотенская. Запах и зеленые. Да. Чтобы маме звонили, мама не отвечает. Не знаю. Или у нее телефон опять. Звук она выключила. Наверное, когда на работе утром выключает звук, потом забывает его включать. Мы звоним, 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 звоним. Она ничего не слышит. Не, она не слышит просто. Можно было бы заехать на папану стоянку, но у нас нету вот этого пультика от шлагбауна. Вот, а маме, как я уже сказала, не дозвонились, чтобы она могла нам открыть. И мы поставили машину вовнутрь. Ну ладно, в принципе, здесь тоже места полно. Поставили в тенечек хорошо. Ух, сегодня жарко. У нас вчера было очень жарко. Перед этим была прям такая хорошая погода. А сегодня очень жарко. Все, мы едем домой. Остался рамушка у родителей. Папу даже повстречали. Папа с работы приехал. Вот, едем сейчас мы домой. Тут хороший ветерок сейчас. Да, приятный очень даже. У нас, как всегда, быстро переходим дорогу. Не в правильном месте, но ничего страшного. Тут место между домов. Сейчас надеемся, что не будет прям уж такая сильная пробка. Она будет, но надеемся, что будет такая хотя бы движимая. Знаете, пробка не та, что пробка стала стоящая, та, которая хотя бы по чуть-чуть движется. Вот, но зато у нас машинка стоит в теньке. Я надеюсь, что там не жара будет. Так вот, мне нравится этот деревянный домик прикольный. Иди. Мама делала торт молочную девочку. Дала она кусочек. Я у нее не ела. Ну, домой приеду с удовольствием. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует...